Майк чек, майк чек Как дела, ребята? Пишите в чат Как слышно, как видно Задавайте вопросы Буду рассказывать вам все Давайте дождемся какой-то обратной связи Мне уже пришло уведомление о старт-трансляции Но перед тем, как говорится, что-то эффективное Хотелось бы понять Будет ли это кто-то слушать Привет Значит, сейчас я нахожусь в зоне Бандай Нам Я в прошлое включение Рассказал о том, что у меня В 12 часов Слот За закрытыми дверями просмотр новых игр Вот за моей спиной вы видите Демо-зону с кучей консолей и мониторов Файтпадов Soul Calibur 6 В котором Геральт Jump Force Мощнейший Наруто Шипунда Дрэгонбол Мне похуй Кроссовер Девинти Ориджинал Син 2 На консолях Посмотрел Провел меня сюда Олег Хожинский И вон он стоит Легендарный Легендарный Российский Игровой журналист Давно покинувший Профессию Ради бизнеса В индустрии Геймэкзэд Это слишком кудрявый мужчина Это не Хожинский Вот ты зачем пришел сюда Вот он Вот он Олег Михайлович Кто помнит Геймэкзэд Тот поймет Вот Значит Дрэгонбол Файтерс Но в этом Мне кажется Мы уже играли На турнире Даже с ДТФ Коуд Вейн Мощнейшее что-то Ну то есть Как я говорил Мандай намка Компания Слишком японская Для меня Здесь все сплошное Аниме Вот Но из того Что нам Стирует официально Ведьмак Геральт Из Ривии Здесь пока Женщины дерутся С анимированными Титьками Ух ты Класс Вот И мы поиграли С Олегом Геральт Как живой И даже Озвучивает его Тот же самый чувак Что и в Игре Ведьмак Поэтому все Очень здорово Если вы В принципе Любите Soul Calibur Я впервые На нем Как ни странно Поиграл На PlayStation 1 Soul Calibur Это был там Один из первых Файтингов Ну кроме Mortal Kombat Которую я В принципе Увидел в жизни Это было круто Эпизод с PlayStation Состоялся Классическим образом Не у меня дома В пансионате У парня была В PlayStation И мы играли В Soul Calibur С самыми днями Девинти Аризнл Синдуа На консолях За моей спиной Естественно Я играл в нее На ПК Не очень долго И как раз Жду выхода На консолях 31 августа Это состоится И мне захотелось Посмотреть В первую очередь Как Ларин Управились С Переносом интерфейса Потому что Я играл в первую часть И на ПК И сейчас прохожу Ее на PlayStation 4 Медленно И там все отлично Вот Ну я убедился Достаточно быстро Поскольку сюжет И прочее Начало Я все знаю Долго я играть не стал Убедился в том Что на геймпаде Все прекрасно Ждем 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 Вот Здесь очередь На Бетесту Начинается Давайте посмотрим На вожделенные Стенды Forza Horizon Не щупали Щупал Андрей Загудаев Мы с ним встретимся Он сегодня На выставке Вот здесь Я так подозреваю Проходят показы То есть Вряд ли дают играть Здесь крутит Тот же самый трейлер Который Показывали На пресс-конференции Все красиво Все красиво Вот они Вот эти шлемы Из коллекционов Вот такой шлем Нам показали На пресс-конференции Такие шлемы Брони Братства Стали Power Armor Будут в коллекционной Версии Давай я еще раз Посмотрю Не могу вообще Смотрите Ну так Хочу тоже Нет Мастицкий Работает не в CD Projekt Он работает в Софт Клабе Ну а это Партнерские компании Я думаю Что если у вас Есть какой-то вопрос На тему CD Projekt По бизнесу Он может вам Что-нибудь ответить Вы попробуйте Твою мать Блять Здесь GearStorby Тезды Блин Мать вашу Смотрите Ладно Fallout Pip-Boy Pre-order Плазма Райфу Супер Кувалда Гэк Или не гэк А это Пип-бой Помните Еще был такой Garden of Eden Construction Kit Ну и Смотрите Такой Пип-бой Такой Волдбой Извините New Coca-Cola Thirst Zapper Солдат Брат Стали Дамочка Еще одна Дамочка А с той стороны Знаете что Смотрите А с той стороны А с той стороны Dogmit Все Ну в общем Это все еще Только Камин-хун А что в продаже У них Что в продаже Стикеры Футболочки Шляпа Всякая Candy Store Согласен Liberty Prime Статуя Помните Которую с Братом Стали В третьей части Запускали вместе В первом квартале 2019 Поступят В продажу Настольный Falloutage Но Какой-то не тот В который мы играли Какой-то другой Plasma Rifle Атомный Атлан Special Edition Смотрите Саундтрек Doom На виниле Red Rocket Scenic Set Вот как называется Это Wasteland Warfare Это В августе 2018 года Выходит Настолочка Посвященная Fallout Набор крышечек Крышечки В 2018 году Выйдут Тоже Collectors Edition Rage 2 Друзья Артбук Видимо Еще один Артбук Rackus The Crusher Mr.Handy Ну потрясающая зона Здесь например Можно во все играть Fallout Shelter На Nintendo Switch Здесь Wolfenstein 2 На Nintendo Switch Сам я Люблю в игры Дома играть Но Вообще Планирую Сегодня Поиграть В Ghost of Tsushima Если играть Будут давать Это Quake Champions А вот Blades Вот в Blades Я бы поиграл Вот здесь Играют В The Elder Scrolls Blades Мобильная Новая игра В Понятно Какой Вселенной Поставить что-ли в очереди За Blades Пойду Наверно Excuse me How can I get in there That's the line Thanks Oh Ok Blades The line starts here For Blades Yes Yes Thank you Are you ready? Yes Sure Always ready You're always ready You're always ready You're not ready You're ready Thanks It's Elder Scrolls At least Two titles To Redeemer Sweetroll Уууууу Поиграю в две игры Чтобы получить Ты сказать Рулетик Неааа Redeemer А Legends Это Это Каты Redeemer Sweetroll Что Но Все равно Загадка 네 Будем ли Мы Играть В метро не знаю не знаю по моему андрей записался я как-то не горю желанием играть в нее сейчас вот тут вот играют сам арсет у меня следующий слот аж через 40 минут поэтому я думаю можно подождать чё бы не поиграть мобилочки на самом деле блэйдс это то с чем действительно есть связана определенная интрига потому что то что все остальное но более-менее понятно а вот блэйдс это блин офигенно выглядящий elder scrolls мультиплеером с разными режимами с историей и типа я вообще хочу я люблю elder scrolls хочу еще один elder scrolls другого синглового elder scrolls а вот не то что сингла но не не тест онлайн как-то другого у меня пока не будет на какой консоли все играют не видно а вот здесь играют на пока здесь играют понятно не на консоли тут играют на смартфонах там я не знаю что них за модели конкретно нет это не лотерея здесь видимо галочку придется поставить не знаю либо это надо поиграть в сам арсет и был а понятно короче поиграть в один из этих трех мне поставят здесь отметки и дадут какой-то sweet roll хер его знает что это будет интересно не знаю успели я но какую-то херню прикольно придумали короче когда блэйдс будет доступен но я сейчас загуглить не могу вы можете я в голове это все не держу что активизм близок то активизм близок все в порядке у них дэстония у них call of duty у них все что вы ожидаете от активизм близок кстати говоря вон их зона вон она рома бабки не понятно может быть не буквально сладкий рулет на херам не сладкий рулет я вообще в этой жаре не хочу ничего не сладкого не рулет ничего пить не налейте какой вы умная еще еще по комментарии с монетизации налажали да 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 будем освещать текстом да какие-то статьи будут появляться безусловно у нас есть как минимум одна крутая статья и у нас есть даже партнер с этой статьи весь гонорар с воронежа останется в л какие игры самые большие очереди слушайте здесь везде самые большие очереди какая очередь вот куда ни взгляни она самая большая с блэйдс пока повезло больше всего ну и плюс я не стою в очередях которые как бы вот на улице то есть вот мы сейчас стоим в специальной очереди в специальном помещении и на бандай намка было то же самое есть прямо так сказать открытые уличные стенды и там вы уже встаете в очередь со всеми а если вы записаны то проходите в глубины куда разбежал стальная гвардия никуда не разбежалась просто у всех в разное время сегодня встречи у меня в свое там у ильи свое антонов свое там валентина в четвертое и так принято то есть вы тусуетесь вместе во время пресс-конференции а потом разбегаетесь уже только по вечерам ну или где-то за обедом что сказать по вас 2 вам но я буду играть в эту игру обязательно вот я так скажу beyond good and evil 2 я не жду потому что я не играл в первую контрол от remedy буду играть спасибо за прямой эфир нитэн директа я смотрел мы не стриме но смотрели из нашей bloodhut но там я вообще ничего не понял то есть я в какой-то момент просто ушел на улицу напереку да на здоровье а закир 89 если будет какая-то инфа про фолс 76 пожалуйста старайтесь узнать как можно больше подробностей хорошо про ват строительство про то как сбрасывать ракеты и прочее уж понимаете что ват строительство сбрасывать ракеты и прочее вообще главное в игре из того что не показали на пресс-конференции если здесь это будут показывать тут будут показывать всем вот если мне не удастся выяснить ничего сверх того что в качестве нормы задал издатель вы же понимаете дэс трендинг посетить не предлагали можно ли его где здесь посетить если можно то мы посетим киберпанк еще не играл изобилие игр про самураев ну и отлично прекрасно люблю киберпанк буду играть завтра так что всему свое время есть расписание табличка и вся эта херня так я уже скоро идем играть в элдер скроллс блэйдс по ценам на еду съем хат и сигареты в л.а. все в порядке то есть здесь не очень дорого проблема не в ценах в л.а. а в курсе доллара который в прошлом году был совершенно другим а на сегодняшний день не очень сильно отличается не в лучшую сторону от себя в прошлом году и из-за этого те же самые цены они как бы бьют по карману в два раза больнее вот поэтому обед за 4000 рублей это в порядке нормы денег надо брать с собой в америку много но как бы опять же не потому что здесь дорого а потому что ну мы нищие и я не знаю насчет геймплея киберпанка мне кажется это байка какая-то херня что нового на выставке в отличие от прошлых лет ну вот я только зашел и попал пока что в два уголка прогулялся так кратенько вот мне кажется вон антон ходит да точно антон спрошу у него если получится нет интервью с главой бетест беседки хайнсом пока не было она у нас в девять утра в последний день 14 числа вот тогда и будет присылайте на дисгайсингмен 3000 собака gmail.com свои вопросы если у вас есть конкретно к питу хайнсу вице-президент бетеста софтворкс я думаю мы сможем передать и станем вот толковые в плане организации на выставке пока я критиковать ничего не могу здесь все в порядке из того что я уже успел увидеть и пока что особо не на что гнать я достаточно быстро прошел и достаточно быстро прохожу везде пока что но опять таки у нас время 12 27 пол первого все только начинается так ну что ребята Так, давайте смотреть что-то. Блэйдс, двигатель. Ясно. Гениально просто. Combat controls. Ясно. Блэйдс, двигатель. Стоять. У меня руками, конечно, удобней будет. Ну, ладно. Все ради вас, друзья, все ради вас. Стоять супер. На тебе, все. Что еще есть? Ну, с копытами вместо рук будет не очень удобно, друзья. Я вот одним пальчиком играю, и это так. Все-таки двумя лучше. Но можно и одним, видите. Гоняю, побеждаю. Да, графон на ПК просто, ой, на ПК, на мобиле. Это просто какой-то ужас. Кто бы мог подумать, что сейчас какие-то жалкие несколько лет. Я вот в то, что на моем новом компе, собранном в магазине Sunrise, тормозило, как сука последний. Ты что? Подними ты щит, мудацки. Ты... Подожди, вот. На. Вот это хорошо. Повернуть горизонтально, это не вопрос, можно. Только он что-то не считывает. Вот, хорошо. Давайте так. У меня однохерство, на самом деле. А, горизонтально он еще сейчас будет требовать от меня вот этого всего. Давай, иди. Давайте вертикально, потому что горизонтально-то понятно, все будут играть горизонтально. И как это выглядит горизонтально, я думаю, все прекрасно представляют из меня. А вот вертикально это что-то радикально новое. На. Пока. Привет, Краутик Дэн. Как делище? Играю, как видишь, в Elder Scrolls Blades. Вообще, одним пальцем просто прохожу, вторым пальцем стримлю. Вторая рука свободная, и я анонирую. Мне очень нравится Elder Scrolls Blades. На самом деле, я только что вот встал и убил трех скелетов. Все очень красиво. Все очень здорово. Ищем выход из лабиринта. Вот в чате, кстати, припомнили Elder Scrolls Arena. Лабиринтная история. Куда мне идти-то, блин? В смысле прикрутить ли онлайн? Сказали же, что она будет с онлайном в мультиплеер-режиме между кучей устройств. То есть, мобильный VR, мощный ПК VR, просто мобилочки. И... В общем, все это будет... Натис. Все эти люди будут играть на одном сервере. И мразь. На тебе. Да, выглядит круто на самом деле. Почему бы нет? Ну, это примерно история как с Fallout Shelter. То есть, несмотря на весь скепсис и какие-то подозрения, блин, это классная часть Fallout, которой больше нигде нет. То есть, там нам дали управлять убежищем в виде простого экономического симулятора. Здорово. А этот тоже, ну, классно. Такого нет. Нового Elder Scrolls. Никакого, вот, спокойного такого не будет. Будет TES Online. А шестая часть будет хер знает когда. Ну, и, в общем, можно просто проводить время за этим. Здорово. Сидишься в самолете, проходишь подземельный. Не, мобильные игры это вообще тема. Так что, я не знаю. Если кто-то сомневается, то, наверное, просто хороших мобильных игр не видит. Я сейчас без шуток. Свечей из Skyrim. Ну, это понятно. Так, 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 так. Ой, как я люблю эти лабиринты. Так что. Да. 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 Анонсирован на мобилках. Говард сказал, что будет на ПК на всех платформах. Все так и есть. Вот это круто. Управление тапом как бы в тактической игре, но не в тактической игре. Ну, это прям здорово. Мне кажется, я здесь уже был. Но, как вы понимаете, такого я еще никогда не делал. Чтобы одновременно и играть на Е3. На мобиле. Мобильный. Elder Scrolls еще и комментировать что-то в Twitch, стримить это все. Такого, конечно, да. Challenge Accepted Pitches. Буду на стенде Киберпанка завтра. Сегодня не буду. Ну, то есть, на стенде-то я буду. Сейчас пойду посмотрю еще что есть. У меня в час что-то. Опа. Я так хочу, что здесь я вошел. Может быть, так и есть. Может быть, и нет. Ну, в общем, короче, давайте посмотрим еще какие-нибудь режимы. Что есть? Quid? Yes. Мультиплеер. Castle Forest. Нет, пока есть только вот замок и лес. Давайте в лесу прогуляемся. Да, да, да. Все ништяк. Ух ты, е-мое. Ну, нифига себе. Е-мое. Мое кино. Ну, нет. Короче, ребята. Пора, походу, мне новый айфон покупать. Вот что я могу сказать. А куда идти-то здесь надо. И сюда. И сюда. И сюда. А куда? Что? Может, тут что-то? Вход в говно-подземелье? А, вот, подождите. Вау. Синематика. Управление вообще не печальное. Хорошее управление. Серьезно вам говорю. Оба. Подними ты. А, держать надо. Все это со звуком, кстати. И звук тут в порядке, в полном. А, мразь. Круто. Это, знаете, ну, то есть, это как дорожные шахматы на магните. Вот у вас есть клевые большие шахматы, какие-нибудь мраморные дома. Вот это вот ваш, там, не знаю, ТС-6 будет. А вот это шахматы на магните. Вы едете на заднем сидении автомобиля. Вам нечего делать. И вы, так сказать, вот часик поиграли в это, часик почитали. Это вообще, ну, очень круто. Когда есть вот что-то такое, что позволяет вам не только, там, не знаю, два часа читать, два часа спать, а остальные девять часов долгого перелета тухлить. А каждый, вообще, так сказать, каждый временной отрезок свой чем-то занять. Блюдо. Сгоришь, сука. А это что стоит? А, понятно, деремся по одному. Это хорошо. На. Все. Мне кажется, меня сейчас уже будут выгонять отсюда. Карта мира. Давайте посмотрим. Ну, ответим еще. Понятно. С боем, с графикой вообще все отлично. Инвентарь. Вот так выглядит наш герой. Вот так. Вот его экипировка. О, еще у меня... Оооо. Оооо. Ооооо. Да. Ну да. Хорошо. Стил шилд. Вот я еще тут намаял врагов. Шмотец, где все остальное? Ну и в общем, короче, понятно. Потенциал и Мисленниус пока что заблокированы. Очевидно, версия ранняя для того, чтобы нам показать сейчас и все отстали. Зеленые кристаллы вот эти меня немножко беспокоят. Это вопрос о микротранзакциях. Я их нахожу вместе с золотом. Нахожу и это, и это. То есть наверняка будет какая-то премиум херня, но она и в Шелтере была. Окей. Смотрите, что дают. Смотрите. Раз. Смарт грипп сет. Понятия не имею, что это. Но беру. Выходим. О, пора подзарядить. Например, телефончик. Выход. Выход. Так, ладно, ребята. Во что играть дальше-то, а? Сейчас. На зарядочку. Вот так. Заряжаемся. Так. Поставлен смартфон на зарядку. Во что поиграть еще, чтобы получить свитрол? Свитрол. Блин. На самом деле, прямо сейчас я играть ни во что не могу, потому что мне надо идти на что-то другое. На что? Бандай. Бандай, не Бандай. По-моему, как раз сейчас у меня что-то вот здесь вот на Бетезде. Я пойду посмотрю, где здесь выход на улицу. Немножко освежусь. Сверюсь с расписанием. И обязательно вернусь к вам. Давайте пока что, не знаю, пообщаемся. Какие-нибудь вопросы поотвечаем. И фу, 19. Ну что, что, ну что, ну что вот, а? А? Вот я вот... О-о-о-о-о-о. А вот это неплохо. Вот такой вот, например, автомобиль. Horizon было бы верхом удовольствия. Ну сейчас давайте посмотрим. Давайте я вам пока буду показывать просто павильончики, потому что павильончики тоже все яркие, красочные. И тут много всякой хероборы на них установлено, художественные. Ну, остаться жить здесь мне хотелось, когда я первый раз приехал. Когда приезжаешь сюда, типа, в пятый раз, ты уже гораздо спокойнее ко всему этому относишься. Хотя, откровенно говоря, первый раз меня постигло разочарование. Потому что российская пресса, старая, именно пресса, то есть печатное издание, они так сильно накачали романтикой вот этой вот выставочной, все, что связано с Е3, что когда ты появляешься на Е3 первый раз, ты ждешь, что ты, не знаю, попадешь на Оскар просто. Ну, вот, а на деле, ну, видите, такая консимерская выставка, консимерски-бизнесовая, где очень много людей общаются по делам, не по делам, играют, стоят в очередях. И в целом все, что отличает Е3 от, не знаю, выставки рыболовных снастей в Манеже в Москве, это декор и предмет того, зачем все эти люди сейчас собрались. В этом все ярко, шумно, умеренно шумно. Никто не глохнет. Привет. Да, привет. Что, у нас завтра с вами? Да, завтра. Колдак. Да? Где футболки надо взять такие? К сожалению, пока не сдаем, но если будет, я сюда достану. Хорошо. Вот так вот, друзья. Никита Лукнов из Activision, а вот Моника Ландонио, тоже из Activision. Здесь, в общем, зона Activision, вот колда, вот Tomb Raider, а вон выход. Пойду проветрюсь. Интересен Fallout 76, покажи, я спать пойду. Fallout 76 пока что, пока что не могу вам показать, потому что сейчас я иду в другое место. Но если вдруг дорвусь, то бери в ми. Все сделаем. Говарда, не знаю. У нас сегодня вечером Epic устраивают вечеринку в Fortnite. И, походу, там будет довольно много людей. Приглашали конкретно, адресно. Не всех. Но народу будет все равно много. И, возможно, там, поскольку, ну, это праздник, Epic успех, все классно, там, возможно, будут всякие разные Тодда Говарда и так далее. Если там найду его, то обязательно засосу. И Мидзаку тоже засосу. За Rage 2 смогу пояснить, когда в нее поиграю. Вот буквально там через час, я думаю, у меня уже будут впечатления. Где выйти? Вот мы сейчас приближаемся к входу, он же выход. И здесь на подступах к... Это как бы все еще внутри павильона, вот этого Лос-Анджелес конвеншн-центра. Но это такие предместия. Ну и здесь такие всякие диснеевские штуки, всякие сопутствующие штуки, всякие киберспорт-штуки, имиджевые штуки, доритасы, херитасы, много всего такого, что относится в том числе к выставке опосредованно, но... как-то ее касается и где-то вставляться надо. Секиро! Шедоуз дай страйс! Йес! 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 Чё-то остаться в США. Слушайте, я был в одном городе, в Лос-Анджелесе. Не могу ничего сказать. Окей? Мне сложно судить о государстве в целом. Это же вся история про города, а не про страны. Вот. Ну и вообще, вопрос не для мобильного стрима с Е3. Это экзит. Окей. А, хер? Хер выйдешь, хер войдешь, блядь. Семь дверей, нет, здесь только вход, блядь. Ух. Ладненько. Я сделал небольшой перерыв и вернусь к вам через некоторое время. Особо далеко не уходите. Я не знаю, сколько у вас там, который час вообще. Эээ...